Здравствуйте, я Даша Тарасова. Это программа в фокусе. Самые интересные публикации об Азербайджане в российских и международных СМИ. Вот о чем пойдет речь сегодня. Газовое соглашение. Почему европейцы не против получать российский газ по азербайджанской трубе? Посольство дружбы. Почему Азербайджан принял решение открыть посольство в Тель-Авиве? Город музыки. За что в мире так любят джазовый фестиваль в Баку? Азербайджан продолжает обрастать новыми союзниками. По итогам официального визита президента Ильхама Алиева в Сербию был подписан меморандум о стратегическом партнерстве и союзничестве, сообщает издание Евразия Дейли. Подписанные документы составляют правовую основу наших двусторонних отношений. Конечно же, среди них особое место занимают документы о стратегическом партнерстве. Мы являемся поистине стратегическими партнерами, так как успешно сотрудничаем во многих областях и наше сотрудничество имеет стратегические цели. Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает на энергетический потенциал Азербайджана. Ведь Сербия, как и другие европейские страны, столкнулась с нехваткой ресурсов. Азербайджан – могущественная страна, которая через 7-8-10 лет будет экспортировать более 35 миллиардов кубометров газа. Сегодня экспорт газа составляет примерно 22 миллиарда кубометров. Более половины этого объема транспортируется в европейские страны. Именно поэтому мы работаем над созданием интерконнектора между Сербией и Болгарией, чтобы иметь возможность поставлять экспортируемые нашими бакинскими друзьями значительные объемы газа. Авторы статьи отметили, что Вучич относится с большим уважением к президенту Алиеву. Он не скрывает, что учится у своего коллеги отстаивать национальные интересы и территориальную целостность. У нас с Азербайджаном есть различные возможности во многих сферах. Мы, как государство, стараемся защитить нашу территориальную целостность и представляем свои страны на международной арене. В частности, мы проводим работу по применению норм международного права. Это делается в рамках ООН. И это похвально. Мы можем многому научиться у президента Эльхама Алиева. Мы обеспечим безопасность нашей страны, если сделаем хотя бы половину того, что господин Алиев сделал для Азербайджана. Мы всегда знали, кто является истинным другом нашей страны. И сделаем все возможное для развития сотрудничества с ними. Азербайджан постепенно из бывшей республики СССР превращается в региональную державу на Южном Кавказе. Все больше стран хотят пересмотреть отношения с Азербайджаном в сторону стратегических и союзнических связей. Этой зимой «Газпром» может поставить в Азербайджан до 1 миллиарда кубометров газа. Об этом сообщает российское агентство «Интерфакс». Поставки российского газа в Азербайджан начались 15 ноября в соответствии с новым договором купли-продажи газа. Документ подписали «Газпромэкспорт» и государственная нефтяная компания Азербайджанской республики «Сакар». Поставки будут продолжаться до марта 2023 года. Объем поставок – до 1 миллиарда кубометров газа. «Это нормальная практика сезонного обмена газом. Однако мировые СМИ сразу же ухватились за эту новость. Газовая сделка Азербайджана с Россией вызывает неудобные вопросы для Европы». С таким заголовком вышел портал Евразия.нет. Новость о том, что Азербайджан этой зимой будет импортировать газ из России, свидетельствует о том, что Баку намерен использовать российский газ для снабжения своего внутреннего рынка, чтобы высвободить газ и выполнить свои обязательства перед Брюсселем. Напомню, что летом Евросоюз и Азербайджан договорились о стратегическом энергетическом партнерстве. Азербайджан обещал удвоить поставки газа до 2027 года. В этом году Азербайджан за 10 месяцев увеличил экспорт газа более чем на 17%. Поставки в Европу превысили 9 миллиардов кубометров газа. Российская газета «Ведомости» разоблачила европейские страны. Оказывается, там не против получать российский газ по азербайджанской трубе. Ведь из-за отказа от российского газа в Европе наступили сложные времена. Германия не видит противоречий в планах Евросоюза закупать газ у Азербайджана, несмотря на то, что он может быть российского происхождения, заявили представители Минэкономики и МИД ФРГ. Аналитики авторитетной британской газеты Financial Times уверены, что главная цель Азербайджана – получить инвестиции и долгосрочный контракт на поставки газа в Европу. Азербайджан предупредил ЕС, что он сможет выполнить свои обязательства по удвоению экспорта газа в срок только в том случае, если ему будут предоставлены новые инвестиции в его трубопроводы и долгосрочные контракты на закупку, поскольку Брюссель спешит найти альтернативы российской энергии. Пока же Брюссель спешит только на словах, предпочитая снижать температуру в жилых домах европейцев и повышать квартплату. Азербайджан спустя 30 лет своей независимости откроет посольство в Израиле. Израильский международный круглосуточный новостной телеканал Ай-24 Ньюс начинал свои выпуски именно с этой новости. Уходящий премьер-министр Израиля Еир Лапид поблагодарил власти Азербайджана за такое решение. Азербайджан является важным партнером Израиля и домом для одной из крупнейших еврейских общин в мусульманском мире. Решение об открытии посольства отражает глубину отношений между нашими странами. Этот шаг является результатом усилий правительства Израиля по созданию прочных дипломатических мостов с мусульманским миром. Президент государства Израиль Ицхак Герцог в телефонном разговоре поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за решение открыть посольство Азербайджана в Израиле. Это большой шаг вперед в прекрасных отношениях с Азербайджаном. Являющимся для Израиля важной дружественной страной и стратегическим партнером. Отметим, что в последние годы Израиль и Азербайджан активно развивают межгосударственное сотрудничество. Израиль является одним из ведущих поставщиков оружия в Азербайджан. Баку, в свою очередь, одним из центральных импортеров нефти в Израиль. Кроме того, страны взаимодействуют в вопросах технологий, сельского хозяйства, возобновляемых источников энергии и других сферах. Подобное взаимодействие вызывает негативную реакцию в Иране, власти которого традиционно рассматривали Азербайджан зоной своего влияния. Отчасти так оно раньше и было. Официальный Баку до этого не открывал диппредставительства в Израиле, чтобы не навредить двусторонним отношениям с Ираном. За 30 лет независимости Азербайджан набрал политический вес. Страна является председателем в движении неприсоединения, важным логистическим звеном на пути мировых торговых коридоров и одним из ключевых энергетических партнеров многих стран. Поэтому теперь Азербайджану нет смысла оглядываться на реакцию соседа. Азербайджан принимает независимые решения. И вот еще один яркий пример. Баку также откроет свое представительство в Палестине, сообщает портал Middle East Monitor. Парламент Азербайджана принял такое решение в знак солидарности с Палестиной и прав палестинского народа. Министр иностранных дел палестинской автономии Рияд Аль Малки приветствовал это решение и назвал его новой победой палестинской дипломатии на пути к созданию государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. У Израиля и Палестины непростые отношения. Страны конфликтуют из-за территориальных споров. Однако Азербайджан предпочитает дружить со всеми и не занимать чью-то сторону. В Баку прошел 17-й по счету международный Баку джаз фестивал. Самое яркое событие этой музыкальной осени подарило бакинцам и гостям азербайджанской столицы незабываемые впечатления, пишет арабское издание Trade Arabia. С начала 80-х годов Баку стал одним из джазовых центров региона и с тех пор собирает музыкантов со всего мира. Этот год не является исключением, и музыканты из 14 стран собрались в Баку на праздник музыки. В 2006 году фестиваль был включен в список крупнейших джазовых фестивалей мира. С 2018 года бакинский джазовый фестиваль является участником празднования Международного дня джаза ЮНЕСКО. В Баку с удовольствием приезжают не только музыканты, но и любители джаза, ведь джаз и Баку – это любовь на долгие времена. Баку, погруженный в атмосферу джаза, еще более зрелищен. Древние стены старого города и современная атмосфера, дополненная современной архитектурой, не оставляют равнодушным ни одного туриста. Азербайджан покоряет сердце каждого приезжего своей богатой историей и культурой, живописными пейзажами и вкусной кухней. Помимо джазовых шоу, участники могли посетить выставку джаза, поучаствовать в дне джазового кино, прокатиться на экскурсионном автобусе под аккомпанемент джаза, а также потанцевать на одной из известных площадок Баку. Азербайджан славится колоритными деревнями с богатой историей. CNN Аравик рассказали о поселении Нидж, которое находится в Габалинском районе Азербайджана. Азербайджанский поселок Нидж населяют потомки жителей Кавказской Албании. Удины – один из древнейших народов планеты. Впервые Удины упоминаются в истории Геродота, V век до н.э. Они свято чтут традиции, передаваясь с поколению в поколение язык, который хранит в себе великое прошлое. В древние времена Удины были одним из самых влиятельных албанских племен. Это племя стояло у истоков создания Кавказской Албании. На сегодняшний день численность этой малой народности составляет около 10 тысяч человек. Большая их часть, более 4 тысяч, проживает в Нидже. Поселок расположен в 40 километрах от древней столицы Кавказской Албании. И Удины верят, что их народ жил здесь всегда. Азербайджан известен своим мультикультурализмом, является домом для многих меньшинств, в том числе народа удинов, которые исповедуют христианскую религию. Удины одними из первых на Кавказе приняли христианство. Одним из самых привлекательных для туристов памятников является церковь Святого Елисея, построенная в 1823 году. Она была капитально отреставрирована фондом Гейдара Алиева и передана в использование Албана Удинской христианской религиозной общины. Восстановленный храм был построен на месте древней албанской церкви, когда-то воздвигнутой по воле почитаемого в Кавказской Албании христианского проповедника и просветителя Святого Елисея. Автор подчеркивает, что Удины, как и другие многочисленные меньшинства Азербайджана, находятся под пристальной защитой государства. Такие публикации оказались в нашем фокусе на этой неделе. До свидания!